МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах. Первый год эта программа, по сути, реализуется в Рязанской области. Насколько успешно? Какова статистика, что называется, к сегодняшнему дню? Сколько домов уже капитально отремонтировано? Сколько в процессе? Сколько предстоит? Действительно, это новое дело не только для Рязанской области. Это по всей стране практически первый год реализуется программа капитального ремонта. Проблем довольно-таки много, они решаются. Может быть, не совсем так, как хотелось бы, как быстро и качественно, но, по крайней мере, есть и видны пути. В Рязанской области запланировано на этот год капитальный ремонт на 423 домах. Видов работ капитального ремонта гораздо больше. По программе капитального ремонта у нас производится ремонт кровель, ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений, ремонт инженерных коммуникаций, ремонт капитального лифтового оборудования и замена лифтового оборудования. То есть, на многих домах производится не один вид работ, а несколько, ну, как положено, практически нигде ремонт фасадов не происходит без ремонта кровли, чтобы потом не нарушался капитальный ремонт, произведенный, допустим, сначала отремонтировать фасад, на следующий год кровлю. А потом опять надо ремонтировать фасад. То есть, поэтому здесь подходит оригинальный оператор комплексный, и производится сразу два вида работы. Ну, что можно сказать на настоящий момент? Вот на практически 200 домах капитальный ремонт завершен, на остальных домах работы подходит к концу. Срок завершения – это декабрь 2015 года. Сейчас есть понимание того, что вот к декабре 2015 года оставшиеся дома будут отремонтированы? Ну, мы надеемся, есть понимание. Работы сейчас в основном проводятся, вот заканчивается работа по капитальному ремонту кровель и фасадов. То, что сейчас как раз очень зависит от погодных условий. А остальные работы – это капитальный ремонт лифтового оборудования, внутридомовых систем инженерных. Это можно проводить и в зимние, допустим, холодные месяца до конца декабря. Ну, у министерства, и, наверное, даже больше по указанию Олега Ивановича Ковалева, мы несколько раз собирались, у него он очень внимательно к этому вопросу относится. И было прям четкое и конкретное указание сделать упор на качество проведения работ по капитальному ремонту. Это средства собственников, которые они платят, и они должны видеть, что они не потрачены пустой, что действительно дома отремонтированы качественно, и на тот самый период межкапитального ремонта они простоят от и до. Поэтому даже было уменьшено количество домов, скорректирована программа капитального ремонта, дабы ее выполнить именно в сроки, которые отведены этим годом. Это не значит, что эти дома, которые не попали, исключены из программы 2015 года, они не будут делаться, они просто срок исполнения перенесен на 2016 год. И эти дома будут в программе 2016 года уже доделаны в соответствующие летние периоды, там, где как раз именно сезонное проведение работы. Вот потому что сделано. Есть вопросы к качеству государственной жилищной инспекции? Ну, жилищная инспекция в рамках своих полномочий проводит контроль качества проведения работ по капитальному ремонту. У меня за каждым инспектором закреплены все дома, которые у нас есть в программе капитального ремонта, они закреплены за инспекторами. Происходят ежедневные посещения этих объектов. У нас и смотрится и качество проведения работ, и само проведение работы. Вот, то есть, просматриваются и журналы скрытых работ, и журналы производства работ, и культура производства, то есть, кладирование мусора. И решаются вопросы, если вдруг в течение проведения ремонта происходило залитие квартир. Тоже эти вопросы решаются собственниками и с подрядными организациями. Все замечания, которые я получаю от своих инспекторов, доводятся еженедельно в фонд капитального ремонта, который является заказчиком. Там проводятся еженедельные совещания с подрядными организациями именно по качеству проведения ремонта. И имеется обратная связь, потому что все замечания должны исполниться, и информация прийти обратно. Это одна ступень проверки качества капитального ремонта. Помимо этого, подрядные организации обязаны в соответствии с условиями заключить договора с организацией строительного контроля, которые имеют лицензию на проведение строительного контроля. И также еще, как технический заказчик, фонд капитального ремонта также проводит проверку. То есть, практически тростный контроль за качеством проведения ремонта. Ну, вообще, обращений по поводу качества ремонта от рядовых жителей много? От рядовых жителей пока обращений не поступало, но, может быть, пока еще нет и сезона. Посмотрим еще, как зимний период пройдет, будет залитие. Ну, не исключаю, может быть, какие-то единичные случаи будут, но, опять же, подрядные организации пятилетний срок гарантии осуществляют, и недочеты этой будут исправлены. Ну, будем надеяться в минимальном объеме. Вот. Иван Светич, ну, вообще, действительно, вот я вначале упомянул, что первый год вот эта программа реализуется. Первый год, он самый сложный, очень действительно большие объемы, и никогда такой большой объем капитального ремонта в регионе не делался, в принципе. Понятно, что в первый год возникает наибольшее количество сложностей, которые потом, в общем-то, преодолеваются, все входит в систему и уже движется, что называется, по нарастающей. Вот какую бы оценку первому году, с учетом его особенностей, что это самый сложный год, вы бы дали? Ну, давайте, наверное, оценку рано. Мы подведем, будет декабрь 2015 года, мы посмотрим исполнение этой программы. Вот. А проблемы, они, ну, вырисовались еще с самого начала организации проведения капитального ремонта. Во-первых, очень большое время уходит на согласование в соответствии с законодательством, с медсобственниками. Это занимает очень большой процесс, ну, по времени именно затягивается это уведомление собственника, проведение собрания. Вот. Обратная реакция, если вдруг собственники не согласны, то это начинается переписка с фондом капитального ремонта. То есть это отнимает, конечно, довольно-таки большой отрезок времени. И, наверное, вот сейчас уже региональный оператор, учитая эти ошибки, уже в программе 2016 года подготовит все необходимые документации, чтобы с января месяца уже начать процесс согласования и по возможности ускорить этот процесс. Очень большое нарекание идет именно на составление дефектных ведомостей, когда, как технический заказчик, региональный оператор эту работу проводил. Не всегда это привлекались управляющие организации. С их стороны тоже очень много вопросов. Ну, я считаю, что это правильно, потому что они обслуживают и содержат, управляют этими домами. И кто, как не они, но должны лучше знать состояние своего жилищного фонда. То есть их участие должно быть, наверное, обязательное. Возможно и привлечение специализированных организаций, институтов, проектных, которые могли бы выходить на дом, вставлять дефектные ведомости и где нужно делать сразу же проектную документацию. То есть все эти вопросы сейчас будут региональным операторам учитываться. Ну и вот что еще сказать можно о работе инспекции по этому вопросу. Вот сейчас, с понедельника, мы начали комплексную проверку в рамках своих полномочий работы в фонде капитального ремонта. Будут проверяться, ну, прям от самого начала, от заключения договоров на капитальный ремонт именно с собственниками, выставления платежных документов, сбора аккумулирования средств на капитальный ремонт, заключения договоров с кредитными организациями, где происходит аккумулирование средств собственников. Будут проверяться функции технического заказчика, как направлялись методы для согласования с собственниками, как происходил отбор конкурсной подрядных организаций, само заключение договоров, исполнение этих договоров на примере конкретных домов, предъявление штрафных санкций за срыв сроков подрядным организациям. То есть, всю работу в комплексе мы сейчас в течение месяца проверим. Ну и результаты будут на нашем сайте этой плановой проверки опубликованы. И посмотрим тоже, если какие-то будут недочеты, то региональный оператор это уже учел в своей будущей работе. Благодарю вас, Иван Миронов, начальник Государственной жилищной инспекции Рязанской области о контроле за капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова